всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса в кабинете алексея красикова и я хочу представить вашему вниманию закрытый материал который долгое время которым долгое пользовались люди которые участвовали в моих тренингах мои клиенты мои закрытые клиенты частные и этот материал был в платном доступе я хочу чтобы вы посмотрели один из предыдущих роликов там где я говорю в этом же самом кабинете о сути психотерапии неврозов и хочу представить вашему вниманию первую часть то что мы называем стресс устойчивостью или когнитивной терапии я хочу вам показать трехчасовую лекцию семинар где вы поймете почему возникают эмоциональные реакции что такое стресс устойчивость потому что многие думают что стресс устойчивость эта концепция выдерживает стресс нагрузки я хочу чтобы очень внимательно изучили эту первую теоретическую основу которая даст вам фундаментальное знание и ответит на многие ваши вопросы как возникают вегетативной реакции как возникает то самое в с д и что такое когнитивно поведенческая психотерапия не переходите ко второй части пока вы очень внимательно не изучите эту первую часть она потребует от вас внимание пользуйтесь ручками пользуйтесь блокнотом ставьте на паузу пересматривайте выписывайте важные тезисы особенно это касается каких-то убеждений и рациональных ответов внимательно посмотрите эту первую часть спасибо всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполис и на наш вебинар по стрессоустойчивости всем привет еще разочек видно меня слышно давайте проверим чат там тарарам привет 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 хорошо меня видно слышно у нас предневогодние праздники и как я понял многие запись по хотят посмотреть этого вебинара потому что не могут присутствовать два выходных подряд это понятно но к сожалению могу проводить вебинары только выходные и сейчас онлайн только те кто могут посвятить три часа субботы и воскресенья все остальные будут смотреть этот вебинар в копии копия будет качественный делаю ее я и еще мои друзья из групп будут меня страховать уже сегодня можно заказать копию этого вебинара и еще вебинара по самооценке и по работе с возражениями который был недавно с достаточно неплохой скидкой и вообще я считаю что это стоимость для этих семинаров очень смешная потому что то что я буду рассказывать вам сегодня один только семинар по той теме который я вам буду рассказывать стоит примерно 35 40 тысяч рублей соответственно те люди которые считают что 2000 рублей это много наверное для них это правда много и наверное нужно заниматься чем-то другим вот соответственно если вам нужна будет копия этого материала уже сегодня вечером она будет доступна и завтра у нас день практики также есть прям сегодня вы можете получить копию вебинара по самооценке поставьте сейчас пожалуйста плюсик ребятки кто был на вебинаре по самооценке из двух дней и к каун кто чё думает по поводу вот вебинара который прошел именно по самооценке два дня который был были хорошо а кто чё думает по этому поводу кому помог мамы дети помните понравилось ну рад действительно там поднимаются фундаментальные темы о формировании самооценки да для воспитания детей он очень важен конечно и многие недооценивают эти семинары и думают что это просто какая-то болтовня но на самом деле если вы посмотрите вебинар по самооценке и по стрессоустойчивости сегодня по большому счету вы будете обладать очень серьезными знаниями в когнитивной практике все остальное заключается лишь в вашей силе воли вашем желании практиковать то что мы называем рациональное мышление здесь присутствует большое количество наверняка ребят которые занимаются у меня в группе поскольку мне пришлось полетать на прошлой неделе и мне пришлось отменять несколько занятий группах вот они сегодня присутствуют здесь и для многих тема которую мы сегодня будем и завтра будем разбирать она уже знакома но я думаю что повторение мать учения плюс какие-то вещи будут дополнять отвечать на много разных вопросов я думаю что вам будет полезно как минимум интересно здесь также присутствуют некоторые ребята которые занимаются у меня персонально в офисе для вас это тоже будет очень важный материал и очень важные знания поскольку я постараюсь уместить популярно достаточно большую концепцию но опять же хочу вам сказать мы сегодня кстати говоря будем говорить про когнитивную терапию потому что стрессоустойчивость будет вытекать непосредственно из когнитивной практики соответственно я работаю примерно с 80 человеками в неделю последние лет пять представляете объем людей только которыми я занимаюсь плюс еще зрители плюс еще письма да представляете себе объем вот за пять лет людей которых с которыми разговаривал контактировал и так далее хочется я буду сегодня завтра снимать новую видео лекцию где буду также анонсировать историю вебинара самооценки и стрессоустойчивости потому что это будет последняя лекция и последний вебинар этого года вот мне нужно снять последнюю лекцию для канала и осветить вебинары которые прошли чтобы собственно говоря люди их смогли посмотреть и знали о них несмотря на новогоднюю суету и праздники к чему я говорю к тому что большое количество клиентов которые обращаются ко мне я разделил их на три категории я решил провести исследование эффективности работы мне было интересно почему клиенты разные достигают разных результатов думаю это вам тоже интересно кто-то из клиентов достигает результатов как я называю достаточно посредственных для меня посредственный результат в моей практике это устранение так называемых панических атак значит начало передвигаться самостоятельно и некоторое недоведение себя до паники вот это очень посредственный результат и я отношу это к первой категории клиентов это самый слабый результат который можно получить от правильной рациональной мотивной клинической психотерапии да люди не не создают паническую атаку если кому интересно я могу об этом еще раз рассказать если есть новички у нас с паникой как это не делать да а это делать буквально можно за три дня были огромное количество случаев группах ребята не дадут соврать здесь есть ребята в группах которые страдали 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 потом все-таки пошли сделали определенные упражнения больше не страдают и вопрос что-то страдал эти годы вот соответственно от незнания потому что или от недоверия так вот не испытывать панических атак и не бояться наличия вегетативного напряжения не бояться за свое сердце я считаю результат очень посредственным это первая категория клиентов это понятно такие безусловно клиенты есть и безусловно они будут всегда у меня и у всех это такая некая средняя этот посредственный результат можно получить не всегда даже занимаясь со мной индивидуально или в группе его можно получить просмотрев канал невроза мегаполиза как вы это поняли да вот и есть ребята кто получил вот такой с позволения сказать посредственный результат вообще без наличие моего вмешательства напрямую только посмотрев только посмотрев в лекции только посмотрев вот канал те кто не боится паники те кто не боится вегетативного напряжения вот да то есть смотрите вот этих результатов посредственных достаточно да вы можете эти результаты получить уже еще даже не занимаясь со мной только посмотрев только посмотрев видео лекции только посмотрев какой-то материал поняв его и сделав вторая категория клиентов это такая некоторая средняя категория которую я назвал достаточно хороший результат это клиенты которые естественно не испытывают паники не боятся вегетативного напряжения не боятся своих каких-то мыслей не загоняет себя по поводу наличие того или иного заболевания они достаточно функциональны в жизни они занимаются тем чем они занимались но все-таки какая-то грусть тоска печаль какое-то некоторое уныние да я не боюсь да мне не страшно вроде хожу даже вроде как-то что-то делаю но не до конца как-то оно весело что ли да не до конца но зажигает преосвещает мысли о том вот как-то что-то все не так и какие-то надо принимать решения в общем такая некая средняя но жить как говорится можно это понятно да вот это такая вторая категория клиентов она по статистике у меня получилось достаточно обширной это примерно где-то там около 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 50 наверное процентов то есть люди возвращаются к качеству жизни они живут без паники они все прекрасно поняли у них все продолжается это такая некая среднячок такой в результате да он считается достаточно хорошим результатом и есть третья категория клиентов это клиенты которые не только перестали думать о панических атаках испытывать вегетативное напряжение они как-то вот вернулись к качеству своей жизни но и и у них принципиально новая жизнь началась понятно и вот это принципиально новая жизнь будет являться очень хорошим и правильным результатом психотерапии потому что это принципиально новая жизнь началась потому что люди приняли решение они для себя решили фундаментальные вещи которые не могли решать а именно они переехали они что-то изменили они женились развелись встретились расстались купили продали родили похоронили то есть понятно что я имею ввиду то есть это люди у которых произошли фундаментальные изменения не просто внутри своего мышления но и внутри своих привычек если ты раньше ходила в магазин одуванчик то теперь ты ходишь в магазин еще и ромашка если раньше ты занималась сексом под одеялом по воскресеньям ночью то теперь ты включила торшер и это по понедельникам грубо говоря да то есть я построил такую некую шкалу я не смог вам вывести это на слайд не стал заморачиваться но я вам могу показать примерную корреляцию результативности клиентов на оси xy если взять ось xy кто помнит школьную программу ось x это горизонтальная y это вертикальная и по оси y отложить некоторые вегетативные напряжения или самочувствия а по оси x от 0 до 100 количество изменений реальных в жизни то закономерность очень существенная и она математически видна чем больше реальных изменений конкретных изменений у человека в жизни начал говорить раньше молчал теперь говорит раньше где то наоборот много говорил теперь промолчал одевал это стал одевать это кушал то стал то не ходил в спортзал пошел в спортзал не занималась английским стала заниматься английским не могла принять решение с парнем подавляла свои желания перестала подавлять желание подавляла то что она хотела перестала подавлять то есть чем больше конкретных изменений в жизни человека тем больше результат в качестве жизни в эффективности мы видим понятна закономерность это фундаментальные секреты о котором не знают даже многие психотерапевты и вы на себе это знаете вот ребята кто у меня занимается в группах вы это видите что это закономерность очень естественно но тут есть один как говорится нюанс нюанс заключается в том что на эти изменения нужен ресурс согласны? не каждая девочка не каждый мальчик может начать принимать решения с мужем с родителями с учебой с работой вот почему мы не принимаем решения с мужем и родителями учебы работой почему мы засовываем язык в задницу когда нам надо что-то сказать почему мы молчим почему мы делаем одну и ту же ошибку получаем в лоб теми же граблями и говорим Зина, ну что ж ты делаешь да, а потом страдаем почему мы боимся поменять работу почему мы боимся попросить повышения почему мы боимся высказать свою позицию по тому или иному вопросу а боимся мы потому что у нас есть некоторая система мышления которую мы даже не замечаем к которой мы привыкли которая является привычкой которая является привычкой такой, которую мы уже довели до автоматизма мы с ней выросли мы с ней не просто выросли мы много-много-много раз повторили один и тот же навык понимания ситуации так и для нас естественным кажется мышление то, которое у нас есть ну например, для нас естественно говорить на русском языке и для вас не естественно вставлять английскую речь ваше слово ваше предложение но если вы будете жить в Америке и вы несколько лет будете слышать только англоговорящих людей то для вас это станет потихонечку естественным а уже в какой-то момент русская речь станет неестественным вы будете возвращаться в Россию и будете задумываться поэтому когнитивная терапия в этом-то и великолепна что несмотря на то жесткость понимания ситуации на те убеждения, которые у нас есть мы можем одними работать и вот этим мы с вами и займемся эти два дня этим мы с вами и займемся в последующем работе с моими клиентами индивидуально или в группе примерно понятно, куда вы пришли сегодня Угу Гуд Давайте перейдем к теме я немножечко расскажу о том как родилась тема вебинара стрессоустойчивость а может кто-то знает как она вообще родилась родилась эта тема я не буду говорить один маленький секретик потому что пока не хочу забегать вперед но так случилось что сначала эта тема родилась у меня в голове она готовилась а потом совершенно случайно мне позвонили мне написали из московской академии финансовой при правительстве Российской Федерации написала девушка-организатор с приглашением провести лекцию для студентов первых курсов и попросила предложить тему тема никакой не финансовый университет тема никакой не была особо заявлена она говорит мы вот как бы его знаем было бы неплохо мы вот приглашаем разных спикеров на разные факультеты вот не хотите ли вы коноприте и я им сразу сходу предложил именно стрессоустойчивость из-за студентов в период сессий в период подростковых там турбулентности мальчик-девочка и так далее в период там каких-то нагрузок и предложил тему стрессоустойчивость профилактика эмоционального перегорания на что они сказали да замечательная тема я приехал в университет провел лекцию после чего мне написал это организатор девушка сказала ребята спрашивали когда вы к нам еще придете приходите к нам в следующем семестре с более широкой лекцией потому что ребятам очень понравилось он никогда не видел таких заинтересованных глаз но как вы знаете я умею заинтересовывать глаза аудитории порой тем более аудитория была достаточно юной и мне как-то получилось приводить им такие примеры что они просто понимали что это не сухая лекция в университете за которой они должны прийти чтобы им галочку поставили действительно было очень полезно я сегодня вам буду рассказывать о том о чем я говорил им только у вас сегодня будет более такой развернутый что ли формат у них был популярный а у нас будет развернутый потому что у нас будет второй день сегодня мы будем заниматься теорией а завтра мы будем заниматься практикой understand сказал я с немецким акцентом understand good поехали тогда может быть будут какие-то вопросы прелюдии у нас же должна прелюдия пройти вопрос прелюдии пожалуйста кто знает что такое прелюдия давай только по теме вот не надо сейчас про ВСД а то мы сейчас уйдем по теме в случае социофобии избавления от вегетативного напряжения да это будет посредственный результат конечно же потому что случай социофобии непосредственным результатом будет являться нахождение работы занятие должности контактирование с людьми и так далее техника вода ну да будет я думаю ну а это же метафора по поводу гибкости конечно будет быть водой это способность принимать ту форму по которой смотри техника вода когда я обзывал философскую историю техники воды я имел в виду что Брюс Ли как-то сказал будь водой друг мой да в чем он имел в виду у Брюса Ли была такая фишка да дзе шу это было такое направление боевого искусства которое он развивал но правильно может переводиться как стиль без стиля да он это как раз и имел в виду своей философии о том что у тебя не должно быть какого-то стиля ты должен подстраиваться под ситуацию а потому что боец который закрепощен на каком-то одном стиле он собственно говоря имеет некоторые ограничения и то о чем та философия единоборств о которой говорил Брюс Ли это некоторое внутреннее чувство подстройки под ситуацию вот собственно говоря техника вода она очень хорошо показывает суть когнитивной терапии где ты умеешь принимать ту амортизацию ту внутреннюю психологическую такую амортизационную защиту когда обстоятельства меняются и ты на них не можешь влиять ну например когда стало очень холодно вода будет замерзать когда стало слишком жарко она будет превращаться в пар когда она разольется на пол она разольется и впитается в пол когда ты ее нальешь в чашку она примет форму чашки то есть не будет сопротивления никакого но здесь есть некоторая история о омегности да то есть многие думают что когнитивная терапия это некоторая история о том что мы такие становимся валенками знаешь там у нас слюна потекла там из щеки начинаем поставлять религиозные трактации вовсе нет тот кто знает рациональные мотивы педагогическую терапию прекрасно знает что это люди высокого чувства юмора они достаточно жесткие они достаточно циничные в какой-то степени кто знаком с Альбертом Элисом с его работами прекрасно помнит каким Альберт Элис был многие кстати говоря в ассоциации меня сравнивают с Альбертом Элисом по уровню хамства вот поэтому ну Элис еще курил на своих занятиях но я пока до этого не дошел хотя была у меня такая мыслишка кальянчик сюда поставить но я думаю что это будет перебором но Элис был достаточно такой за словцом не полезет и прямо скажет ну например такой классический пример очень лайтовый пример чего мог Элис ляпнуть в своей терапии с какой-нибудь девушкой или женщиной она ему говорит например ну если я так сделаю то я буду плохой девочкой он говорит кто тебе такое сказал она говорит я не помню кто-то сказал но кто бы это ни был он был пьян когда он тебе это говорил или он был полным идиотом то есть позиция рациональной терапии она не заключается в амебности она заключается в очень таком на самом деле четком сформулированном внутреннем понимании того что я имею право быть такой какая я есть а то что вы подумаете о том какая я есть мне глубоко насрать на это вот примерно это так можно сформулировать потому что правда заключается в том что человек имеет полное право быть таким какой он есть и здесь надо подстраиваться под всех чтобы пытаться всем угодить да и нужно уметь быть честным собой нужно уметь быть добрым нужно уметь быть веселым но без перегиба такого патологического потому что если захотел писать и ты подписывал в центре москвы ну наверное это странно да к тому же это нарушение закона граждан городского муниципального по моему там какого-то закона соответственно когда мне спрашивают про границы потому что когда я рассказываю много по когнитивной терапии людей первый вопрос где же тогда грань вот грань когнитивно-поединической терапии и я лично мы грань видим только в законе грань мы видим только в законе того штата и той страны в которой вы живете потому что в Америке в штатах там немножко разные законы про Путина и стенку мне понравилось на самооценке ну да про Путина мы сегодня еще поговорим потому что эта тема стресс-устойчивости будет напрямую касаться первых лиц компаний и государств так вот закон является гражданский уголовный с точки зрения когнитивной терапии единственным таким неким системой сдержек противовесов ребятки да а все остальное является чем а все остальное является чем вашим чем если закон еще каким словом очень важным экзотенциальным словом ведь рациональная терапия она не просто когнитивная она очень философская экзотенциальная какое главное слово выбором ну конечно именно выбором именно выбор и является фундаментальным словом поэтому давайте себе его сразу запишем в своих копиях этих самых букв или тетрадях слово выбор чейс правом лучше выбор ну или правом на выбор выбор это слово которое будет я буду повторять безумно часто вот ребята кто у меня занимается в группах индивидуально постоянно слышат от меня и что ты выбираешь и это ты выбираешь это ты выбираешь что ты выбираешь потому что вы не представляете но насколько люди не видят что они выбирают определенные вещи и сегодня мы будем об этом говорить очень подробно окей я буду пить воду там кока-колу у меня со спрайтом это мой выбор если какой-то скотине придет желание написать что кока-кола вредна он будет отправлен туда где не светит солнце значит окей идем дальше что же такое стресс и стрессоустойчивость давайте начнем наше занятие именно с этого да не полезно просто мне нравится встаньте давайте давайте включаться в работу разогрелись промялись согрелись кофе налили кто все еще не пьет кофе по причине ВСД я вас сейчас всех поубиваю потому что уже давно пора понять что кофе не является образованием никакой проблемы и надо пить кофе блоточками молодцы значит поехали давайте ребят включаем сейчас посерьезнее пожалуйста да сейчас важный такой фундаментальный момент есть ли у нас директора по HR направлению или менеджеры HR для вас это будет сейчас уникальным знанием HR менеджеры есть персонал HR это подбор персонала если кому интересно работа с персоналом нету из 60 человек нет никого из HR компаний менеджеров которые занимаются именно HR хорошо кто проводит собеседование есть менеджеры среднего звена ну кодровики да кто имеет полномочия проводить собеседование набирать на работу принимать или хотя бы отсеивать не проводил в своей жизни а у кого это связано непосредственно с работой каждодневной Даша напишет да чтобы типа кто-то был прикольно ну короче нету HR и нету людей которые только один иеп проводит собеседование только один человек да соответственно прикольно ну я тебя поздравляю ты сегодня уникальный значит радуйся своей уникальности уникальность это великолепное слово великолепная задача в жизни человека найти свою уникальность и ее развивать поехали значит вопрос всем что же такое стрессоустойчивость и вообще сам стресс давайте поразмышляем вот у нас тема как вы видите семинара стрессоустойчивость да давайте об этом поговорим что же такое вот вы все напишите плюсик пожалуйста кто заполнял когда-нибудь в своей жизни из 60 человек резюме вы заполняли резюме и вы видели в конце резюме на Headhunter на супер джабе такую фишку стрессоустойчивость и все пишут да я стрессоустойчив конечно я очень стрессоустойчив только возьмите мне на работу бабло нужно все видели эту графу стрессоустойчивость или требуется менеджер такой-то 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 стрессоустойчивый окей а что такое стрессоустойчивый вы пишите все я стрессоустойчивая давайте подумаем 99 ну конечно 99% вакансий это понятно 99% рекрутинговых компаний включая самих менеджеров по подбору персонала называют стрессоустойчивостью способность выдерживать серьезные психоэмоциональные нагрузки может быть другое определение стрессоустойчивость это способность человека работать в период стрессовых ситуаций еще можно встретить определение что стрессоустойчивость это способность выдерживать длительный стресс на работе и так далее в общем как бы ни называли HR компании или персонал стрессоустойчивость все будет сводиться примерно к одной теории теория о том что есть некоторые стрессовые ситуации на работе и есть некоторый человек такой знаете такой такая королева война с мячом значит с доспехами, с железными яйцами, с этим, с мечом, и вот она, значит, идёт на стрессовые ситуации и их выдерживает. Стрессовые ситуации по ней лупашут, лупашут с утра до вечера, лупашут. А она такая стрессоустойчивая, сидит за своим компьютером, такая и терпит, значит, да, и выдерживает. Вот примерно такое представление о стрессоустойчивости в Российской Федерации в топ-компаниях, да, и вообще в средних компаниях, что мы, типа, тебя будем закидывать стрессовыми ситуациями, а ты их давай, дорогая, выдерживай, потому что ты написала, что ты стрессоустойчивая. Галина Михайловна, а что вы увольняетесь? Вы же стрессоустойчивая. Что вы не выдержали вашего, значит, стресса, да? Управление справляться с проблемами, да, вот. Всё примерно будет крутиться туда. Вот я когда разговаривал с своими клиентами, я когда готовил презентацию, прорабатывающую большую программу по стрессоустойчивости, в основном 90% людей считает, что есть некоторые стрессы, есть некоторые стрессовые ситуации, и их надо выдерживать, и с ними надо справляться. Я не могу сказать, что это прям совсем неправильная формулировка, неправильное определение стрессоустойчивости, да? Ну, давайте тогда обратимся к слову стресс. А что же такое сам стресс? Просто интересно. Ну, если логически размышлять. Если у нас есть стрессоустойчивость, то у нас должно быть определение стресса. Ну, давайте я не буду вас мурыжить. Есть понятие как стресс, а есть понятие как дистресс. Эмоциональные нагрузки. Давайте поймём следующим образом, что в физиологии есть два понятия, как стресс и дистресс. Стрессом является в физиологии, в принципе, всё, что так или иначе нагружает какую-то физиологическую ткань или систему, в результате которого организм как-то откликается. Ну, например, все знают, что я по второму образованию тренер, да? Я раньше выступал по фитнесу и бодибилдингу. И с точки зрения физиологии мышечный рост или называется ещё гипертрофия мышечного скелетного веретенового волокна, она является ответной реакцией организма на стресс. Стрессом будет являться некоторая работа мышечного волокна под воздействием нагрузки. Нагрузка должна быть стрессовой, и на стрессовую нагрузку будет мышечное волокно откликаться ростом. Чтобы нагрузка была стрессовой для мышечного волокна, нужно иметь определённую векторную нагрузку с определённым весом в определённом диапазоне, в определённой частоте. Тогда мышечное волокно будет иметь стрессовую нагрузку, и организм включит ответную реакцию на стрессовую нагрузку путём гипертрофии в поперечнике мышечного волокна. Таким образом формируется мышечный рост. Гипертрофия – это увеличение в поперечнике мышечного волокна. Гиперплазия – это увеличение количества волокон. Но сейчас не выйдем об этом. Так вот, стрессом в физиологии называется в принципе любое воздействие на организм, которое организм выдерживает естественным образом, откликаясь какими-то физиологическими рефлексами, не приводя ни к чему проблемному. Абсолютно. То есть, по большому счёту, много стрессов в организме, с которым организм прекрасно справляется. Более того, допустим, вы бежите марафон 10 километров. Для организма это стрессно. Если вы этим занимаетесь каждое утро, выходите в тренажёрный зал каждый день, эти стрессы, они помогают вашему организму, что мышечные волокна укрепляются, жировая ткань становится меньше, кровь циркулирует, объём лёгких увеличивается. Всё это из-за стресса, который вы учиняете своему организму, системно стрессируя свои волокна и так далее и тому подобное. То же самое касается, например, публичных вступлений. Помните, да, с прошлого вебинара? Если вы регулярно устраиваете себе контакт с публикой, вы регулярно устраиваете своему организму, своей психике некоторый стресс, который тренирует вас на некоторый навык адаптации в этой ситуации. То же самое касается панических атак и агорофобии. Это пресловутый детский сад с паническими атаками, исцеление от панических атак. Блядь, так смешно это всё. Значит, задача тут заключается в том, что вы просто дробно контактируете постоянно с этим стрессовой, так сказать, ситуацией в виде панической атаки и с некоторым временем, проживая эту стрессовую ситуацию, она перестает для вас быть стрессовой. Вот и всё. Потому что в какой-то момент паническая атака и сам по себе страх является сильнейшим стрессом для вас. Вы пытаетесь этого стресса, соответственно, избегать, но вы не понимаете одной простой физиологической причине, что избегая контакта с панической атакой или избегая контакта со стрессом, вы не разработаете физиологический навык выдерживания этого стресса. Вот и всё. И как только вы начинаете выдерживать панику, выдерживать тревогу, выдерживать напряжение, оно перестаёт для вашего организма быть таким невыносимым. И всё заканчивается. Помните эти банальные вещи? И перестать испытывать панические атаки можно за 3-4-5 дней, в принципе. Чё тут исцеляться-то? От чего исцеляться? От того, что ты испугалась и не ходила? Ну, наверное, да. Да. Стресс – абсолютно естественный процесс, который, более того, Дим, нам помогает. Ну, у кого-то побольше. Стресс нам помогает развиваться, адаптироваться, набивать, так сказать, мозоли, там, шишки, бла-бла-бла. Понятно, да? А вот есть дистресс. Что же такое дистресс? Например, я опять возьму ту же самую тренировку в спортзале. И если я буду ходить в спортзал очень часто, и не буду слишком интенсивно тренировать свои мышечные волокна, не буду потреблять достаточного количества белка, не буду употреблять достаточного количества углеводов, и у меня начнётся сильнейший дистресс в организме, где из стресса сформируется дистресс. А вот дистресс приведёт меня к хроническому переутомлению, к так называемой перетренированности. И организм на дистресс будет откликаться невротическими реакциями – вегетативными, функциональными, эмоциональными и так далее. То есть, я потеряю аппетит, я начну быть вялым, я начну быть сонным, я всё время буду хотеть спать, я буду рассеянным, у меня будет повышаться пульс, потому что частый пульс – это первый признак перетренированности организма. У меня будет слабость, будут падать результаты, я не буду хотеть психологически идти в спортзал. При одной мысли, что мне надо идти на тренировку, меня будет корёжить. Вот всё это такие банальные клинические проявления перетренированности. Ребятки-котятки, и точно так же у нас происходит в жизни. Понятно, как я объясняю нормально? Заходит в голову, что из стресса мы можем перейти в дистресс, да, и это во всех сферах. И вот когда мы переводим свои работы, свои отношения с мужем или с женой в дистрессовые восприятия, вот тогда начинаются все вегетативные функциональные проблемы. Поэтому понятие стрессоустойчивости правильное заключается в следующем, давайте это запишем или запомним, что стрессоустойчивость в правильном понимании, вот Вадим Вадимович Путин, да, классический пример стрессоустойчивого человека. Мы сейчас не будем давать ему определение его как политика и там выражать свои политические взгляды, мы просто будем его брать порой как некую фигуру, как бы мы к нему не относились, мы не можем сказать о том, что человек такое количество лет у власти с такой однозначно сложной страной, с безумно сложным населением, и за эти годы он, ну, мы видим, да, что можно назвать его стрессоустойчивым, как бы мы не относились к его политике и так далее, согласитесь. потому что я думаю, что вот 60 человек, которые здесь присутствуют, потом ещё остальные, кто будет смотреть в записи, я думаю, что всех вас вместе посадить на неделю на его место и вы, собственно говоря, скопытитесь уже на третий-четвёртый день. Со словами «у меня слишком много стресса», «у меня слишком много проблем», вы потеряете аппетит, вы потеряете сон, потому что вам всего лишь-то навсего завтра поехать и выступать на Генассамблее ООН, а потом у вас встреча с президентом, а потом у вас пресс-конференция онлайн, а потом у вас встреча в Зимбавву, а потом у вас перелёт в обратно в Москву, а там у вас важное совещание, от которого зависит, в принципе, целый регион. Он всего лишь-то навсего. И я хотел бы на вас посмотреть. Вы тут решение со своим мужем, блядь, принять не можете, куда носки сложить? И не можете принять решение со своим начальником? И с девочкой со своей не можете принять решение, беременеть нам или не беременеть? Расходиться нам или не расходиться? А у него вопросы, вы просто понимаете? Поймите, что такое стрессоустойчивость. У вас у всех стрессы, дистрессы из-за чего? Я не знаю, как ему сказать, что я больше не хочу его видеть. У меня дистресс. У меня дистресс. Помогите мне, пожалуйста. У Владимира Владимировича вопросы немного другого уровня. Но он не реагирует так на это. Хотя объективно там совершенно другая картина. Понятный вот этот пример с Путиным? И вот я хочу вам сегодня и завтра рассказать некоторую технологию, которую Вадим Владимирович прекрасно знает, интуитивно и технологично. Не могу сказать, что он прям каждый день по технологии это работает. Он очень интуитивно все это знает. Он вам сам может рассказать об этом, просто без таких формулировок, наверное, научно-концептуальных. Но в целом он вам будет рассказывать, в принципе, про это. Итак. Правильное определение стрессоустойчивости – это не выдерживание стрессовых ситуаций. Это не справление со стрессовыми ситуациями. Если вы придете на собеседование, и у вас там будут истории стрессоустойчивости, я вам рекомендую HR объяснить. Только без наезда. А красиво объяснить. Что стрессоустойчивость – это способность человека не создавать себе стрессы и дистрессы. А не выдерживать их. Проще говоря, по вашей старой формулировке, вы должны были биться головой об стену и выдерживать это. А по моей определению и по определению когнитивной терапии, стрессоустойчивость – это способность не биться головой. Я знаю. Примерно понятно, что я имею в виду. Потому что какой бы вы ни были стрессоустойчивый, если вы будете постоянно биться головой, то это похоже примерно на следующее. HR проводит собеседование. У вас 100 человек, словами кто, чья голова выдержит дольше. Но вы понимаете, что если вы будете набирать на работу человека, кто просто будет, что и все не будут биться головой об стену, то рано или поздно у кого-то голова треснет. Просто это вопрос, когда? Есть люди в таких касках, которые готовы биться чуть подольше. Но они за это попросят денег побольше. Есть новички неопытные, которые пару раз шандарахнутся, у них заболит голова и их увезут. Есть такие, знаете, шакалы, которые сами биться иногда не будут, пока их не поймают и не побьют. Их надо постоянно мотивировать и бить их головой об стену. Ну, так или иначе, все категории офисного планктона будут биться головой. Со словами выдерживаете стресс. Понятно, да? Особенно касается менеджеров или ответственных людей. Я буду биться головой, и мы посмотрим, насколько у меня стрессовоустойчивость. Потом вы хотите покажу вам одну фишечку про алкоголизм? Ребятки, про алкоголизм. Кто у нас там вечерком пивасик-то попивает после стрессовой работы? Вот, слушай меня внимательно. Когда ты приходишь на работу, и у тебя много стресса, и ты бьешься головой об стену со словами «я выдерживаю стресс», безусловно, у тебя дистресс, уровень в организме повышается. И ты идешь домой и говоришь «как, меня все задолбало» и берешь бутылочку пива. Или ты по выходным начинаешь заливать, объясняя это своей девочке или своей жене, что ты устаешь на работе. И ты абсолютно уверен, что ты выпиваешь бутылочку пива или чего-нибудь покрепче, потому что ты устаешь на работе. И потому что ты должен снять стресс алкоголем. Таким образом ты идешь по лестнице деградации. И чем дальше, тем хуже. Не, с кальяном абсолютно не та же история. Я не согласен с тобой, потому что кальяном стресс никто не снимает в принципе. Кальян – это аксессуар, который традиционный аксессуар восточной культуры, где ты просто пьешь вкусно-ароматный чай, вдыхаешь вкусно-ароматный дым. Я не могу сказать, что он расслабляет тебя. Я могу курить кальян весь день, и я буду в одном состоянии, что до этого, что после. А если ты выпьешь весь день пивасик, я на тебя посмотрю. Вот. Соответственно, так формируется алкоголизм. Вы каждый вечер начинаете выпивать, потому что у вас стрессовая ситуация и стрессовые работы. Снимаете стресс алкоголем, потому что алкоголь, попадающий в организм, действительно расслабляет центральную нервную систему. Понятно, да? Но я хочу вас научить не создавать себе стрессов, чтобы у вас не было потребности идти и что делать? Выпивать алкоголь, чтобы снимать себе стресс. Это понятно? Итак, определение стрессоустойчивости, еще разочек. Это способность человека не создавать себе дистрессовое отношение к ситуации. И это ясно? Вот по определению. А вот кто работает в офисе, запомните, это первая способность не создавать себе дистрессовое отношение к разным рабочим ситуациям. Окей? Ваши вопросы здесь? Более интеллектуальные, кроме как научиться, помоги, объясни. По делу более широкие вопросы. Может быть, есть вопросы какие-то, такие, именно здесь. Может быть, кто-то хочет подискутировать по поводу несоздавания себе стрессовых ситуаций. Почему возникает такое отношение? Сейчас как раз буду об этом говорить. Бывает, ситуация не зависит от тебя, но никто не говорил, что тебе надо воспринимать эту ситуацию как стрессовую. Сейчас будем об этом говорить, конечно. Ну что же, если работа приносит дистресс, не работа не может приносить дистресс? Нет, Татьяна, ты фундаментально заблуждаешься. Никакая работа не может приносить тебе дистресс. Ну, я не очень понимаю, что ты имеешь в виду Антону, если честно. Татьяна, работа не может приносить тебе дистресс, и уж тем более, если ты будешь считать, что причина в работе, которая приносит дистресс, и надо ее поменять, это удел слабого человека. Потому что удел такого человека постоянно менять работу. Постоянно менять работу, потому что там стрессовая, там стрессовая, там стрессовая. И удел такого человека прибиться в какой-нибудь угол, где типа не так стрессирует меня. Что за слабость такая? Это полная слабость и полное, в принципе, такое состояние пенопласта по реке. Даже хуже, наверное. Ну, так вот об этом я и говорю. А ты пишешь о том, что работу приносит тебе дистресс. Давайте пишем следующую формулировку. Танюш, я очень надеюсь, что ты не моя клиентка. Потому что первая фундаментальная ошибка, что ты считаешь, что у тебя на работе работа формирует дистресс. Вторая глупая ошибка, ну, слава богу, я понял. Вторая ошибка заключается, что ты считаешь, что на работе тебя накрывает. Я понимаю, что ты не моя клиентка, и меня это радует. Потому что если бы мой клиент считал, что у него на работе дистресс, и его накрывают на работе, мне было бы, конечно, немножко грустно, что мой клиент так считает. Но, наверное, такие клиенты, безусловно, будут и есть. И потребуется много времени, чтобы они это поняли. Не накрывает тебя на работе. И не приносит тебе работы дистресс. Ты считаешь, что у тебя есть какие... Вот, блин. Ну, давай я объясню тебе. Вот, отвлекусь чуть-чуть. Накрывает тебе чё? Чё за одеяло тебя там накрывает-то на работе? Или своему психологу, блядь, это объясни, которым ты занимаешься. Симптомы. Чего симптомы тебя накрывают? Сейчас будет архаичная фраза ВСД, да? Тебя накрывают на работе симптомы какой болезни? И какие органы видят то, что ты на работе? Можешь мне объяснить? Ну, просто включаем интеллект. Нет болезни. А чё ты лыбишься тогда? Что у тебя нет болезни, а у тебя симптомы? Давай посерьезнее сейчас. Слушай меня внимательно. Отвечай на мои вопросы. Тебе никто эти вопросы, блядь, нормально в жизни не задаст. Итак, ты считаешь, что у тебя на работе симптомы. И тебя накрывает. Какой болезнью? Болезнь не диагностирована. Чем же тебя накрывает? Симптомы какими? Это первое. Второе. Какие органы твоего замечательного тельца видят, что ты находишься на работе? Но это более, чем дошкольная программа. Симптомы головокружения, шаткости и так далее. А тебе симптомы чего? Чё ты всё в слово симптомы-то уперлась? Это симптом может быть только болезни. Да им... Сколько, блядь, надо видео снять, чтобы они это поняли? Люди же не понимают нихрена. Вот спрашивают одно и то же. Ну, я сейчас быстро отвечу и всё. Потому что таких людей же тысячи. Итак, у тебя есть шаткость... Что там у тебя? Головокружение. Да? И ты считаешь, что это накрывает тебя на работе. Так ответь мне, пожалуйста, какая у тебя часть тела видит, что ты находишься на работе? На работе у тебя накрывает там. И у тебя возникает такое состояние. Какой орган это видит? На работе особенно. Какой орган видишь, что ты на работе находишься? Мозг не видит ничего. Никакой орган не видит, где ты находишься в принципе. Ты интерпретируешь то, что происходит на работе, и ты интерпретируешь то, где ты находишься. И если ты интерпретируешь то, где ты находишься, или то, что происходит в твоей жизни, как... Сейчас будем об этом говорить. Это вызывает у тебя эмоциональное состояние. И прекрати этот детский сад со словами «накрывает меня на работе». Сколько можно этот тупизм повторять? Сколько можно быть такими глупыми? Сколько можно повторять маразм в социальных сетях, что вас накрывают симптомы? Один дебил написал, тысяча дебилов повторила. Вы что? У вас что, интеллекта нету? Чтобы понять, что у вас нету органов, которые видят, где вы находитесь. Что у вас есть эмоции по отношению к тому, где вы находитесь. И по отношению к тому, что вы думаете о том, где вы находитесь. И если бы интеллекта было побольше, то ты бы поняла, что когда ты находишься на работе, у тебя возникает определенное отношение к этой работе. Именно это отношение к этой работе вызывает у тебя определенную эмоцию. Именно эта затяжная эмоция проявляется в виде эмоциональных телесных проявлений. Все ваше долбанное, блядь, ВСД – это эмоциональное проявление того отношения, которое происходит у вас в жизни. А не какая-то болезнь, которая вас накрывает где-то, и нету никаких симптомов. Абсолютно и не было. И пока вы не поймете эти азбучные вещи, вам страдать и всю жизнь быть деградантами в интернете со словами «где кого, блядь, накрывает». Сколько можно быть такими тупыми? Вот уже по-другому, блядь, не скажешь. Сколько вам надо снять роликов, лекций, и что вам надо еще в рот плюнуть, чтобы вы это поняли? Что все ваши вегетативные состояния при наличии отсутствия органической патологии определяются как эмоциональное состояние эмоционального характера. Потому что у тебя есть эмоции в организме, которые образуются путем чего? Путем отношения к определенным ситуациям. Вот и все. И пока ты не поймешь, какие отношения к определенным ситуациям вызывают у тебя конкретные эмоции, ничего не изменится в твоей жизни в принципе. И я надеюсь, что 60 человек, которые это послушали, и те ребята, которые будут смотреть в копии этот вебинар, включат наконец-то голову и услышат это. И перестанут писать такие глупости, что вас где-то накрывает. Если идти этой логикой, то когда вы пришли на экзамен, и у вас потеют ладошки и бьется сердце, вас накрывает. С какого хрена вас накрывает? У вас есть просто вегетативная реакция, переживание в процессе экзамена. Когда вы идете в какой-то ситуации, где вы что-то покупаете новое, или вам надо сдать, пройти собеседование, у вас потеют ладошки, подмышки, еще что-то, вы прыгаете с парашюта. Но вы же не называете вегетативную реакцию, что вас накрывает. Вы когда сексом занимаетесь, и если кто помнит, что такое оргазм, женщина во всяком случае, кто помнит, что такое оргазм, вы же не говорите, что у вас приступ ВСД возник. Ну какое надо быть тупое, чтобы подумать о том, что вегетативная реакция, и это накрывает болезнь. У девочки, которая занимается сексом, у нее повышенная частота пульса, повышенное давление, повышенное нервное возбудение и так далее. С чего здесь болезнь вообще, в принципе? Откуда эта болезнь? Это обычное эмоциональное, вегетативное проявление. И ровно такие же вегетативные, эмоциональные проявления у тебя происходят на работе, на улице. Потому что ты либо относишься к этим ситуациям, как, что, угрожающие и так далее, либо в целом жизни. Относишься к определенным обстоятельствам таким образом. Перестаньте писать глупости про то, что у вас есть симптомы. Перестаньте писать глупости о том, что вас где-то накрывает. Перестаньте писать глупости о том, что у вас болезнь, и вы от чего-то лечитесь. Когда вы это услышите. Это ужасно. Это просто ужасно. И я пять лет повторяю одно и то же. Почему вы не хотите знать нам новые лекции, Алексей? Да ты 180 лекций посмотри. Мне уже замучили мои ребята писать. Леша, насколько можно одно и то же говорить? Ну так вот вам ответ. Сколько бы я раз не говорил одно и то же. Всегда найдется пару сотен тысяч людей, которые это не услышали. Которым надо через задницу по-другому подойти. И вот Алексей Крайсиков в пять лет вот так вот, вот так вот пытается вам объяснить простые вещи. Это просто объяснить. А уже когда мы говорим о терапии. И еще вот так вот подойти к вам в голову, чтобы вы поняли, что нужно делать. Понятны вот эти фундаментальные штуки? Нету проблем на работе. Есть твое отношение к ситуациям. Что это за проблема, которую ты приносишь домой? Что это за безответственность? По-твоему, у тебя есть на работе проблема. И ты такой берешь проблему и говоришь, дай-ка я ее понесу домой. Пришел домой, выложил проблему. Говоришь, жена, смотри, я принес проблему с работы. Пожалуйста. Ну это же странно. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Но давай я тебе помогу немножко включить голову, по другому пути пойти. Ты на работе испытываешь стресс и напряжение, потому что там происходит определенная ситуация. И этот стресс и это напряжение создают твое раздражение, злость, гнев и прочие эмоции. Согласен? И ты с этим говном в своем эмоциональном состоянии идешь к своей любимой девушке домой. И в таком эмоциональном состоянии ты приходишь домой. И все, что она делает и все, что она говорит, ты начинаешь воспринимать в том эмоциональном состоянии, в котором ты находишься. Не потому, что она объективно порой делает что-то не то, а только лишь потому, что ты уже в таком состоянии. И кто в этом виноват? Она. Кто виноват в том, что ты переполнил своим дерьмом по отношению к тому, что происходит на работе и по отношению к тому, что происходит в твоей жизни? И вот тут мы начинаем срываться на близких и родственников. Со словами они тоже не такие, как и мой начальник. И вот так проблемы приносятся домой. Вы приносите не проблемы домой. Вы приносите домой свое эмоциональное, заведенное, детское, глупое состояние. Не умея это контролировать. И там это начинается просто проявляться дальше. Вот, что вы приносите домой. Пожалуйста. Слушайте меня просто внимательно. Будет вам счастье когда-нибудь. Наверное. Итак, я в принципе в своем сейчас тезисе уже ответил на некоторые вопросы. Итак, что же нам надо делать, чтобы развить стресс-устойчивость? Кто сейчас может сделать какое-то короткое резюме из моей полемики? Нужно работать над собой, с психотерапевтом. Согласен с тобой. Ну, если вот так вот... Разве надо это контролировать? Разве контроль не есть лишнее напряжение? Контроль не есть лишнее напряжение в принципе. А вот overcontrol, сверхконтроль, есть. Так же как и стресс не есть проблема, а дистресс проблема. Ты понимаешь, что такое стресс-дистресс, контроль-сверхконтроль? Разницу можешь уловить? Давайте вот здесь остановимся. Ребятки, все поняли, что есть стресс, который помогает, мобилизирует и тренирует. А есть дистресс, который астонизирует, разрушает и создает невротические реакции. Понятно? Физиофункциональные. И есть, вот наш коллега говорит, контроль. Есть сверхконтроль. Контроль естественным. Только не контроль над твоим сердцем и на контроль над твоим долбанным дыханием, а контроль по поводу делегирования, кто кому позвонит, да, там, по поводу работы, там, делегирование полномочий на работе, значит, контроль в ежедневнике, так, вечером купить и это. Есть обычные функции нормального, естественного контроля без перегиба. А вот когда у тебя возникает оверконтроль, сверхконтроль, то ты начинаешь контролировать. Вот какая разница, ребят? Давайте, я учу вас думать. Я не такой больной, как вам кажется, может быть, я веду себя порой странно, но давайте думать. Как понять разницу между контролем и сверхконтрольным в парадигме стресс-устойчивости? В чем будет принципиальное отличие? Я подскажу. Контроль, естественно, и как функция, когда вы контролируете какие дела. Контроль может вызывать какое-то некоторое напряжение, но я бы назвал это мобилизированием, да, некоторым. Вниманием. Итак, здоровый контроль, life control, это что? Это контроль над какими делами? Это контроль над естественными делами, которые могут быть важными. Это контроль над делегированием, это контроль над ситуацией на дороге, например, да. То есть, здоровый контроль, тот, на который ты можешь повлиять, да, Лерб, совершенно верно. То, где, естественно, проявить сейчас контроль. Например, хирург делает операцию, он контролирует ситуацию. Пилот. Там, где это работа, там, где ты можешь это контролировать, у тебя есть кнопки, у тебя есть авиационик, у тебя есть скальпель, талфон, зажим, пинцет, бла-бла-бла. Да? Это здоровый контроль. Здесь просто есть профессиональная сосредоточенность. Это понятно? А вот когда мы говорим про невроз, когда мы говорим про стрессоустойчивость и про дистресс, мы говорим о оверконтроле. Да? Что такое сверхконтроль? Как стратегия невротического развития. Что же контролирует невротик в сверхконтроле? Сверхконтроль – это попытка контролировать что? То, что контролировать А – не нужно, Б – бесполезно, Ц – невозможно. Запомнили? А – не нужно, бесполезно, невозможно. И вот если вы вспомните свои невротические сверхконтроли, то вы и увидите, что у вас сверхконтроль пытается контролить то, что не нужно, бесполезно и невозможно. Ну, конечно. Классический пример, который мой коллега приводит очень часто в своих работах – это авиафобия, да, аэрофобия. Когда человек летит в самолете и пытается контролировать то, как летит самолет и то, что происходит. Хотя, если посмотреть логично и объективно, когда ты летишь в самолете, ты что контролируешь вообще? Даже если ты будешь биться головой об иллюминатор и упадешь в ноги стюардессе и скажешь – «Мальпана!» Что произойдет от этого? Ты можешь… Ты ничего не контролируешь в самолете в принципе. И вот невротиков, у которых тактика сверхконтроля является фундаментальной, самолет вызывает самое море невротических ощущений. То же самое на работе. То же самое на улице. Организм ваш любимый, ваше сердце и дыхание. Вы можете контролировать это? Организм, как самолет, работает автономно. Он сам для себя выбирает ритм, он сам для себя выбирает цифры, которые считает для себя необходимым в состоянии А, либо физиологическом, либо эмоциональном. Если я сейчас после вебинара пойду приседать, у меня пульс будет 180. Потому что мой организм принял для себя решение, что пульс 180 является оптимальным для правильной гемодинамики. Если я сейчас поеду куда-то и попаду в какую-то стрессовую ситуацию, допустим, ДТП, еще что-то серьезное, у меня тоже будет пульс повышенный. Почему? Потому что мой организм примет решение мобилизироваться из-за угрозы жизни для того, чтобы я был мобилизован. Вот это всем понятная вещь, что дайте право своему организму самому решать цифры и самому решать некоторые вегетативные реакции. Он имеет на это полное право. Потому что если вы считаете, что у вас есть какие-то угрозы и так далее, он будет естественным образом откликаться. Ну, например, если вы летите в самолете и вы уверены, что вы разобьетесь и умрете, организм будет откликаться естественным инстинктами самосохранения. И вы будете испытывать вегетативную реакцию, которую вы испугаетесь. Если девочка идет в метро и у нее есть мысль о том, что она упадет в обморок и описывается, и это драматично и катастрофа, а организм будет естественным образом откликаться повышенным частотой пульса и сердцебиением, поскольку будут работать страх и инстинкт самосохранения. Всем это понятно. Не надо пугаться собственной регуляцией собственного организма. Ну да, не путать фантазии с реальностью раз и понять, что есть контроль объективный и есть сверхконтроль невротический. Идем дальше. Так что же главное делать? Главный тезис при развитии стрессоустойчивости. Ну я рад, что вам нравится. Запомните или запишите. Сейчас я потянусь. Ой! Ой! Болись все, пипец. Главный тезис при развитии стрессоустойчивости. Это, как правильно пишет наш коллега, следующий тезис. Запоминайте. В жизни нет ситуаций, которые сами по себе являются стрессом. Ну, на работе, например. На работе нет стрессовых ситуаций. На работе нет проблем. Дома нет стрессовых ситуаций. Стрессовых ситуаций не бывает по определению, если мы только не берем физиологическую, например, нагрузку на мышцы, потому что там другой стресс, физиологический. Мы сейчас про эмоциональный стресс, окей, говорим, стрессоустойчивость. Вадим Вадимович, почему выдерживает и хорошо себя чувствует? Потому что те... А согласитесь, что ситуации у него много? Я вот сколько не помню Путина, да? Вот у него что не год, так геморрой. Ну, серьезно. Вы вспомните. У него что не срок, так какой-то вот кошмар. То Чечня, то кризисы, то войны, то Грузия, то Осетия, то теракты, то еще что-нибудь, то пятое, то десятое. Можешь себе представить, в каком ритме это все? Нету самих по себе ситуаций, которые сами по себе определяются стрессом. Запоминайте дальше. Только ваше отношение к ситуациям и определит, стресс это будет для вас, дистресс или просто ситуация, которая требует некоторых решений и некоторых действий. Вот у Вадима Владимировича Путина и у топ-менеджеров, если нас смотрят топ-менеджеры, а я знаю, что у меня... Я не знаю, есть ли она сегодня. Тут есть топ-менеджеры нефтяной компании одной. Я не вижу. Но не важно. Есть четкое определение. У него неправильные мысли в голове. У него правильное рациональное отношение к ситуациям. Нету в политике и нету на работе и нету дома и нету на улице ситуаций, которые сами по себе являются стрессирующими. Вот, например, у вас сессия сейчас. У кого сессия? Плюсик напишите. У Путина нет личного психотерапевта, я это знаю досконально. Он сам, кому хочешь, будет психотерапевт. Вот если у вас сегодня сессия, многие студенты воспринимают сессию как что? Как стрессовой ситуацией и нужно развивать стрессоустойчивость. Почему? Потому что сама по себе ситуация, где надо подготовить конспекты, доклады, сдать зачеты и сдать экзамены, интерпретируется студентами как что? Как угрожающие ситуации. Давайте запишем. Форма мышления, создающая стресс. Понятно говорю, ребят? Нормально? Окей, ложится. Хорошо. Есть подсказочка. Чтобы создать себе стрессовую ситуацию на работе или дома, нужно научиться понимать ситуацию определенным образом. Я для вас смогу сейчас их классифицировать, чтобы вам было по-простому так. А вот по-простому это так. Чтобы создать себе стресс, нужно понять в своей жизненной ситуации как угрожающие жизни, угрожающие репутации, угрожающие планам на будущее, определяющие им вас, как личность, говорящие о вас что-то, как неприемлемые, недопустимые. Ну, там еще можно перебирать, но в целом вы догадались, да, что я имею в виду. Поняли это? Плюсик, кто понял? Пожалуйста. Чтобы интерпретировать ситуации как стрессовые, вы должны их оценивать либо как угрожающие, либо как определяющие, либо как приведущие к чему-то, либо как определяющие вас как личность, либо как недопустимые, либо как невыносимые, непреодолимые. Вот и весь секрет. Окей? Если человек, человеку что-то сказали, и он восприним, или что-то произошло на работе, и он воспринимает эту ситуацию как какую? Как недопустимую, как угрожающую, как определяющую, как какую? Как говорящую о нем, как о человеке. Начнется естественная эмоциональная обреакция, которая приведет к вегетативному эмоциональному фону. И это будет создаваться каждый день. День за днем. Поэтому рациональная эмоциональная мотивно-поведенческая терапия и когнитивная терапия в частности, и ваш покорный слуга, все время постулируют одну и ту же идею, что нет ситуаций, а есть отношение к ситуациям. И если опять вспоминать Вадима Вадимовича Путина, то феномен Путина заключается в том, что он сохраняет самообладание. Теперь давайте еще запишем один график. Та же ось XY. Есть одна интересная закономерность. Примерно такая же, как я выявлялся со своими клиентами. Закономерность эта заключается в следующем. На оси XY вы можете отложить уровень напряжения. А на оси X вы можете отложить... Сейчас, подождите, я вспомню. А на оси X давайте условно отложим способность рационально мыслить. Нет, давайте по-другому сделаем. Так, вы сейчас запутаетесь. Давайте совсем упростим. На одной оси вы откладываете уровень эмоционального напряжения. А на другой оси вы откладываете уровень рационального мышления и логику. Ну, например, Y – это напряжение, X – это логика. Фишка будет заключаться в том, что чем выше ваше эмоциональное состояние, тем меньше вашей логики. Запутал или поняли? Пример хотите, приведу? Совсем простой, чтобы поняли. Сейчас женщины покраснеют. Кто-то упадет в обморок. Пример очень простой. Мужчина приходит в стриптиз-клуб. На него садится голая блондинка и начинает вилять попой по его джинсам. У него происходит эрекция. Это эмоциональное состояние. Чем выше эмоциональное состояние, тем больше отключается голова. И когда у него встал, он перестает думать рационально. И он готов купить, засунуть денег, что-то оплатить. И так далее. До тех пор, пока он не кончит. Как только он кончил, он посмотрит на неё и скажет, зачем тебе шуба? Вывод очень простой. Если вы хотите получить от мужика что-нибудь побольше, держите его в возбуждённом. Забыли эту историю. Если говорить более серьёзно, то здесь с точки зрения политики и политологии и дипломатии всё очень просто. Как только твоя эмоция уходит выше некой средней, у тебя отключается голова. Ты перестаёшь думать. Ты перестаёшь мыслить стратегически. Тебя начинает тащить. Ты начинаешь говорить то, что говорить не нужно. Ты начинаешь писать то, что писать не нужно. Ты начинаешь махать руками. Ты начинаешь делать вещи, о которых потом пожалеешь, когда остынешь. Именно поэтому вы не увидите никогда Путина, Лаврова и прочих наших коллег слишком эмоциональными. Не потому, что они перед камерой держатся, а потому, что у них в голове есть очень чёткое понятие, как управлять собой. И вот у меня написано на баннере, как вы видите, «Система управления эмоциями, методы самоконтроля первых лиц компаний». Вот это туда. Понижая эмоциональный градус не в ноль, а в некую середину, удерживая в середине градус эмоций, вы не теряете способность думать. Это всем понятно? Забыли про эрекцию, девочки? Давайте теперь вот... Я понимаю, что многие соскучились там, да, но тем не менее. Вернулись в темы семинара. Чем выше эмоциональный градус, тем хуже работает голова. Соответственно, что? Чтобы голова принимала верные решения, взвешивалась, просчитывалась, нужно, чтобы градус эмоциональный был в рациональных рамках. Рациональные рамки считаются рамки 30-70. В этих рамках 30-70 пишем «Абсолютно естественно». Абсолютно естественно. Испытывать такие негативные эмоции, как раздражение – это нормально. Раздражение не ведет к потере самоконтроля. Такие эмоции, как сожаление. Такие эмоции, как разочарование. Вот сожаление, разочарование. Являются негативными эмоциями, но они не ведут вас к потере самообладания и самоконтроля. Поэтому в дипломатии примерно так это и выглядит. Мы выражаем сожаление. Мы выражаем озабоченность. Помните? Мы не поддерживаем. Нам жаль. Печально. Вы никогда не увидите из слов высоких дипломатов и политических деятелей и первых лиц государства – это ужасно. Это невыносимо. Мы категорически не можем это принять. То есть, вы не услышите категорических формулировок и не увидите эмоциональную категорическую реакцию. Только лишь потому, что они прекрасно понимают, что вот такие эмоциональные перекосы ведут за собой эмоциональные перекосы в поведении. А Жириновский не принимает решения серьезных, поэтому он может чудить, как хочет. У него есть политический образ, как раз именно основанный на эпатаже эмоционального политика, который другим не присущ. Хотя он очень умный человек, но когда Жириновский думает, он не эмоциональный. Когда он выходит на сцену, он начинает вот... И то, кстати, видно, что когда он заводится, он очень сильно начинает промахиваться. Если кто смотрел за дебатами Жириновского и там других политических деятелей, как только Вадим Иванович заводится, он перестает думать и начинает нести какую-то херню. А вот когда он более-менее в эмоциональном градусе, в нормальном, он неплохо соображает и говорит здравые вещи. Поэтому внимательно вот к этому отнеситесь, что самодисциплинарный контроль над собственным эмоциональным фоном является фундаментальным для системы управления вашим результатом. Потому что если вы менеджер, если вы муж, если вы отец и глава семьи, если вы человек, принимающий решения в государстве, в компании, в отделе, я вам рекомендую очень пристально присмотреться к тому, что я делаю, к тому, что я рассказываю. Потому что рекомендация будет следующая. Если вы за собой наблюдаете, вы жена, или вы муж, или вы менеджер, или вы руководитель, и если вы за собой наблюдаете, что вас иногда может понести в состояние эмоционального, так скажем, перекоса, и вы пока у меня находитесь новичком, да, и вы только учитесь, собственно говоря, эмоциональному дисциплинарному контролю, сделайте для себя одно простое правило. Запишите себе его сейчас, пожалуйста, куда-нибудь, потому что это такое правило, которое позволит на период вашей терапии и вашего консультирования не наломать дров на работе и так далее. Потому что шашкой-то махнуть мы все можем, как вы понимаете, да? Вот, соответственно, правило будет таким. Прежде чем принять решение или прежде чем что-то ответить, возьми паузу как минимум в день. Это правило очень классно использует Вадим Вадимович. Если кто тесно с ним работал или хотя бы видел, как это происходит, сколько обычно проходит времени до официальной позиции. Замечали, да, что проходит время немало до определенной позиции, выражения этой позиции? Почему проходит время? Потому что прежде чем сформулировать ответ и собственную позицию, она должна быть взвешена. Понятно? Она должна быть взвешена, продумана и основана, как говорит Вадим Вадимович очень часто, не на эмоциях, а на объективности и взвешенности. Слышали, да, от него такие слова? Вот он прекрасно знает, что как человеку ему может быть очень обидно, как человеку ему может быть очень неприятно, и иногда рука тянется что-нибудь сказать или подписать. Но он прекрасно понимает, что он не может пойти на поводу у обычных человеческих классических инстинктивных эмоций. Ему нужно уметь взвешивать последствия. Да о любых ситуациях идет речь, какая разница? А ему нужно уметь взвешивать последствия своего решения. И вам нужно уметь этим управлять. Соответственно, пока вы находите состояние тренировки когнитивной терапии, вам надо научиться не выражать свою позицию, если вы первые лица государства, компаний. Если вы просто говорите, что вы все домохозяйки, и вы муж, и жена, и вас подпирает сказать или ударит жену сковородкой, сделайте одно простое классическое упражнение. Прежде чем сказать своему парню и своей жене, куда ему идти и что делать, просто уйдите в сторону и хотя бы скажите, я тебе отвечу через 20 минут. Борать паузу. Я вам могу сказать антитехнику против НЛП, если кому интересно. Кто тратит деньги очень активно? Есть такая техника, она не научная. Ее знают продажники. Если здесь есть продажники, вы прекрасно знаете, о чем я сейчас буду говорить. Техника продаж основана как раз на эмоциях. Потому что тренеры по продажам часто используют эту концепцию для обучения продажников продавать. Масло-масло, но вы меня поняли, да? Я не проходил тренинги по продажам, просто я знаю, как это делается, потому что я глубоко изучаю психику человека и его некоторые особенности. Так вот, ну да, суть заключается продаж в поднятии эмоционального градуса у клиента. Поднять эмоциональный градус у клиента можно по-разному. Можно с помощью своей дикции, с помощью примеров, с помощью разных техник купи последнее. В общем, я сейчас не буду это перечислять, но я вас хочу просто вам такой добрый совет, что ли, дать. Чтобы вы не пожалели о потраченных деньгах. Вы уже догадались, да, что надо сделать? Ну, типа того. Если вы приходите в магазин, и у вас в кармане есть кредитная карта, и к вам подходит продавец, и начинает вам рассказывать о товаре, и рассказывает очень красиво, и вы чувствуете, что вы начинаете заводиться, что вы вот-вот сейчас сорветесь и купите, чтобы потом не пожалеть о покупке, сделайте одну простую техническую штучку. Разорвите эмоциональный контакт с продавцом. Как это сделать? Скажите, я подойду через 15 минут. И просто сделайте круг по торговому центру, или просто пойдите в соседнее кафе, выпейте кофе. И, возможно, ваш эмоциональный градус остынет, и вы скажете, да нахрена мне эти туфли, в принципе, они ничем не отличаются от тех, что у меня стоят в гардеробе. Или, зачем мне покупать 6С, ведь скоро выйдет 7. То есть, у вас включится логика, понимаете, да? Поняли фишку? Вот точно так же по этой нейрофизиологической модели будет работать все остальное. На вас давят, вы создаете эмоциональный фон, вы создаете некоторую эмоциональную обреакцию, поднимается градус, теряется логика, контроль здоровый, и вы тратите деньги. Или вы принимаете неправильное решение. Я занимался, например, шахматами некоторое время, и выступал даже, соревновался. И вот шахматы, как модель жизни, очень классно показывает вот этот пример, где кто занимался шахматами, тот знает, что частая ошибка начинающих какая в шахматах? Это затягивание в эмоцию. Либо вы очень эмоционально пытаетесь начать, либо вы видите хорошую выигрышную комбинацию, и что происходит с шахматистом начинающим, который видит выигрышную комбинацию? Вспоминайте. У вас застучало сердце, и он начинает от этой эмоции поднимать градус. И что делает шахматист, когда у него эмоционально поднимается градус? Особенно в шахматах. Он перестает думать. И он может сделать такую нелепую ошибку, которая будет просто последней точкой. И он сдается. Поняли? Вот это очень хороший пример. И то же самое касается руководителей, то же самое касается семьи, то же самое касается всего остального. Понятные примеры такие житейские, что именно градус эмоциональный перекрывает вашу логику. Ребята, вот парни, кто есть, то же самое касается уличных драк. Кто-то подошел, что-то сказал, вы приняли эту ситуацию как недопустимую, как оскорбительную, оскорбляющую. Гениально приняли решение дать ему в челюсть, потому что у вас хороший правый боковой. Вы попадаете, а он еще подвыпивший, и у него очень быстро подкашиваются ноги, и он совершенно случайно задевает затылком какой-нибудь поручень или бордюр. И в последствиях мы можем догадываться. И потом вы сидите в камере предварительного заключения, звоните всем родственникам, собираете кучу денег, звоните друзьям, всех поднимают на уши. Вопрос. А может быть стоило подумать? Пример понятен? А он просто подошел и, будучи пьяным, просто что-то сказал неудачно, не подумав. А вы тоже как-то вот так неудачно, не подумав, приняли, что это неправильно, что это ужасно. Ну и приняли гениальное решение по этому вопросу. Итак, сама логика понятное занятие, что стрессоустойчивость – это способность человека развивать в себе навык, не воспринимая ситуацию как дистрессовую, а воспринимать ситуацию в рамках средних эмоций. Мы их перечислили. Какие? Раздражение, сожаление, озабоченности, разочарование. Я сожалею, я разочарован. Меня раздражает немного эта история. Я разочарован, что ты так поступила. Мне обидно, что так ты сделала. Но при этом мы проживаем эмоцию, мы выражаем обиду, мы выражаем разочарование, мы выражаем сожаление, но мы не выражаем ту эмоцию, которая приводит нас к панике, мы не выражаем ту эмоцию, которая приводит нас к разным действиям. Вот это концептуально, ясно? Для новичков. Те, кто в моих группах, они это прекрасно знают. А для новичков. Вот кто новички? Пожалуйста, сейчас плюсик новички поставьте, кто первый раз об этом слышит. Все понятно, все легло в голову. Легло? Легло. Вопрос уточняющий, мы перейдем к следующей части. Вопрос уточняющий по вот этой некой середине, по потенции. Кстати говоря, если говорить про эректильные дисфункции. Есть такая дисфункция, как женская анаргазмия, отсутствие женского оргазма. Вот на самом деле, это же та же самая история. Если у девочки слишком много страха, если у девочки слишком много стеснительности, чувства стыда и чувства вины, у нее эмоции поднимаются вверх и теряется способность расслабиться. А женская репродуктивная система и гладкая мускулатура женских органов не может испытать разрядку, пока у нее слишком сильный эмоциональный тонус. Понятно? То же самое касается мальчиков. Такая вещь, как предварительная и преджеребная экуляция, такая вещь, как нарушение эректильной дисфункции эмоционального генеза. Все это от сверхэмоций. Поэтому вы не представляете себе, как система управления эмоциями, та, которую я вам представляю, важна во всех сферах. Начиная от пресловутого оргазма вашего, заканчивая президентом страны, в которой вы живете. Если предлагают работу, то есть сомнения, что если не скажешь «да» сразу, то упустишь момент, как быть, брать паузу. Но тут, я думаю, тебе надо просто понять… Если тебе предлагают работу, то ты задай себе вопрос. Эта работа, она для тебя вообще… Ну, ты согласна или ты не согласна? Пауза заключается в чем? Ты говоришь, видимо, так, что ты не очень сразу понимаешь, что тебе эта работа нужна, но в то же время ты боишься, что тебе откажут. Я не очень понял логику твоего вопроса. Если ты боишься, что тебе откажут, то значит, тебе эта работа нужна. Или тебе эта работа не нужна. Я не очень просто понимаю. Если тебе эта работа нужна, и ты совсем согласна, и тебе её предлагают, то в чём тогда сомнение? Если ты сомневаешься, что она тебе нужна, то здесь логика будет такой. Чтобы не наломать дров, любой человек имеет право на правило 24. Правило 24 – это как раз сутки. Просто можешь сказать своему работодателю или человеку, который тебе предлагает, скажи, дайте мне 24 часа, и я вам отвечу. Понятно? Соответственно, дайте мне 24 часа, и я вам отвечу. За эти 24 часа ты взвесишься за, все против, остынешь эмоционально и так далее. Вот почему очень выгодно продавать бытовую технику в кредит. Все теперь, да, наверное, поняли. Потому что, когда вы приходите в магазин, и перед вами стоит красивый компьютер или красивая стиральная машина, и вам говорят, что вам ещё это ничего не стоит. У вас поднимаются такие эмоции, что это ничего не стоит, это всё в кредит, мы сейчас заплатим 5 тысяч, и вот эмоции, они перекрывают способность думать, что а сколько я переплачу за эту стиральную машину, что я 3 года буду платить там по 5 тысяч рублей, и в итоге переплачу, вместо того, чтобы купить машинку там за 50, куплю и за 90. Я переплачиваю 40 тысяч, я переплачиваю 90%. Логично ли это? Соответственно, вот здесь надо уметь постоянно немного себя отдёргивать от градуса эмоционального. Но это не означает, что вы должны быть холодным дегенератом. Идёте, значит, да, ага, подумаем, 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 ага, подумаем, ага, подумаем. Даль бы тебе хорошо, да, мне хорошо, ты как, я нормально, подумаем, ага, взвесим. Но не до такого маразма, да, надо доходить. То есть надо жить эмоционально открыто, надо жить эмоционально умея импровизировать, где-то иногда терять какую-то голову, но в здравом уме, например, если вы идёте с девушкой по ночному арбату, лето, вы оба возбуждённые, начинаете дождь, ты срываешь с неё блузку, много эмоций, голова отключается, ты заваливаешь её на капот какой-нибудь машины. Но прикольно. Но это не вредит некоторым другим вещам. То есть есть такая некоторая середина вот этого эмоционального момента. То есть есть вещи, где можно допустить некую крайность эмоциональную в приятном аспекте, да. А есть вещи, где нужно подумать. Кстати говоря, по поводу секса. Мальчики, вот мужчины. И мы перейдём к технике некоторой. Поднимите, пожалуйста, руку. У меня очень важна гендерная сейчас тема. Кому здесь от 17 до 21 парни? От 17 до 21. Один. Антон два раза решил. Так. То есть молодых совсем мужчин нет. Ну, радует. Хорошо. Ну, возможно, моя тема сейчас, она будет близка и более старшим ребятам, да. Там 23 я вижу, 24. Но смотри, что я вам хочу сказать. Когда ты занимаешься сексом с девушкой, как работает система управления эмоциями? Кто хочет догадаться? Сейчас девочкам это будет очень интересно. Вот ты занимаешься сексом с девушкой. Тебе всё прекрасно. Ты доволен. И у тебя начинает подниматься эмоциональный градус в виде напряжения. И ты понимаешь, что это прикольно. И ты вот-вот кончишь. Это эмоция. Оргазм. Вместе с физиологической стимуляцией. Вот остановить себя в состоянии этом эмоционального подъёма, выйти из девушки и продолжить её там целовать, стимулировать языком и пальцами, не все могут. Потому что не все могут остановить эту эмоциональную реакцию в её начале или в середине. И, как правило, именно от того, что вы не можете остановить своё эмоциональное состояние, вы либо кончаете через 2 минуты, либо вообще можете кончить девушку. Потому что вы просто не проконтролировали свои эмоции в этом плане. Вот такой пример ясен. Соответственно, очень важно понимать, если говорить про сексологию, что контроль над своим эмоциональным, физиологическим, сексуальным состоянием очень важен. Потому что таким образом вы сможете продлить свой половак достаточно долго, и вы сможете доставить девушке тот вид удовольствия, который необходим. Потому что девушки – это другой инструмент физиологически ниже мальчики. Но ты понимаешь, тут не надо вытаскивать каждые 2 минуты. Здесь надо просто уметь… Ну, тут у меня к тебе вопрос тогда. Ну, ты, скорее всего, шутишь, да? Что, скорее всего, ты просто шутишь, потому что каждые 2 минуты маловероятно, что так будет происходить. Хотя, если так происходит, туда придётся тебе отвлекаться каждые 2 минуты. И придётся тебе как-то сочетать язык, пальцы и твой член, в общем. Ладно, уйдём от членов, вернёмся к нашей истории. Но всё это в рамках управления эмоциями. Девушек тоже касается, на самом деле, темы управления эмоциями. Это касается уже энергозмии, как я сказал. Это касается и определённых эмоциональных перекосов. Идём дальше. Итак, мы сегодняшний день будем с вами заканчивать на следующей теме. Итак, мы с вами… Итак, мы с вами сегодня разобрали основную концепцию, что нет ситуаций и нету стрессов. Есть наши отношения. Дальше мы с вами говорили о том, что основной секрет системы управления эмоциями заключается в научении технологии управления собственными эмоциями для того, чтобы эмоции были в рамках 30-70. Чтобы не было обесценивающей депрессии, где всё по барабану. И чтобы не было жуткого перекоса, где отключается голова. Давайте запишем теперь колонку пагубных негативных эмоций, которые отключают голову. Окей? Если тебе девушка становится противна после первого оргазма, то, мягко говоря, это не твоя девушка. И зачем ты с ней вообще начинал это делать? Девушка, которая становится противна после первого оргазма, это проститутка на Ленинградке, на которую страшно посмотреть. Если ты занимаешься сексом с любимой девушкой, то ты готов на неё смотреть 24 часа в сутки. И после первого, и после тридцатого, и без оргазмов в том числе. Поэтому, если тебе так противно смотреть на девушку после первого оргазма, задай себе вопрос. Зачем ты это делаешь человеком таким? Чтобы просто сунуть? Ну, я тебе сочувствую тогда. Я не могу навязывать вам всем свои убеждения, но я считаю в данном случае, что, коли что такой вопрос задал, что тебе нужно просто обращать внимание на то, что ты хочешь не сунуть девушке что-нибудь куда-нибудь, да, и кончить, а ориентируйся на то, что ты хочешь видеть её рядом. И если ты будешь хотеть, прежде всего, видеть её рядом, и с оргазмом, и без оргазма, и одетую, и раздетую, и накрашенную, и ненакрашенную, вот здесь будет как раз то самое. Ну, видимо, ты достаточно юный, Дим, пока ещё, но тут вопрос, опять же, твоего отношения именно конкретно к этой девушке. Поэтому здесь, скорее всего, после оргазма ты просто видишь правду. Вообще, на самом деле, после оргазма часто видна правда. Ты какая разница со своей, не своей, ты что думаешь, что если она твоя, то это что-то определяет. После оргазма мужчина, на самом деле, очень бывает настоящим. Это вот девочкам такая подсказка от психотерапевта. Хотите? Хотите посмотреть? Многие, кстати говоря, древние гетеры или куртизанки, гетера – это более древнее название, куртизанка потом пришла чуть позже, они были хорошими психологами, и они могли изучать мужчину через сексуальные особенности. На самом деле, то, как мужчина занимается сексом, и то, как он себя ведёт во время секса и после оргазма, говорит на самом деле о очень многих факторах его характера, которые могут быть скрыты под маской социальных слоёв. то, как занимается сексом мужчина, определяет и показывает его нутро. Если он эгоист, если он не умеет контролировать свои эмоции, если он как суслик, как там ещё кто-то там. То есть, вы, девочки, прекрасно видите, что то, как мужчина занимается с вами любовью, это и есть тот самый характер мужчины. Он может быть мямлей, он может быть жёстким, он может быть грубым, он может быть больным маньяком, он может быть очень нежным, трогательным, он может себе что-то сочетать, он может быть очень заботливым. Все эти качества и будут определять его характер на самом деле. А то, что говоришь, где ты после оргазма, когда у мужчины происходит разрядка, выброс гормонов в кровь и расслабление снимает некоторые барьеры и снимает некоторые защиты, ещё большие. И ты начинаешь видеть правду. Хочешь ли ты эту девушку видеть рядом? Или тебе уже это не нужно и ты хочешь просто тупо уснуть? И вот я хочу мужчинам пожелать следующее. Занимайте сексом с девушками после оргазма, которых вам хочется обнять и с которыми хочется проснуться. Это я вам не навязываю. Просто я это говорю от себя, как от человека. Тогда вам будет и приятно и просыпаться, и засыпать. И даже если это не ваша жена, вам всё равно у вас будет, у вас и у неё будет очень тёплый, приятный песочек в виде остатков в сердце. Если после оргазма вы на неё смотреть, как вот пишет Дима, не можете и вам противно, то, ну, наверное, вы что-то в этой жизни делаете не то и не с тем человеком. Давайте вернёмся. Понятно, что я хотел донести? Ну, мне жаль, что тебе голова не думает. Наверное, надо развивать голову, чтобы она думала. Понятно? Окей. Итак, мы с вами идём дальше. Следующий вопрос, который я хочу вам адресовать, и я хочу с вами поделиться до перехода в завтрашнюю практику, это общее развитие теории. Итак, что же я хочу вам сказать следующее. Никто не задался вопросом, а как сделать так, чтобы мой эмоциональный фон на разные ситуации был 30-70? Многим кажется, это не под силу, и многим кажется, что это немного тяжеловато и странно, но на самом деле наука доказала, что мы можем путём определённой технологии сначала научиться видеть, как мы создаём слишком сильный эмоциональный градус, а затем с помощью определённой технологии этот эмоциональный градус поменять в рациональный. Ну, вот многим кажется, что это невозможно. Почему? Потому что многие считают, что это такая автоматическая история, где всё само происходит от вас независимое. То есть, происходит какая-то ситуация у тебя от самой ситуации, да не всё само, что за идиотическое слово «всё само». Всё само – это фраза людей безответственных, это фраза людей, которые перекладывают ответственность себя, это фраза людей, которые перекладывают ответственность на что-то, кроме как на себя, потому что они вообще не при делах. Это очень грустная фраза, и она вызывает у меня лишь разочарование. Потому что успешный человек, человек целостный, говорит не всё само. Он говорит, что всё зависит от меня. И это мужчина так говорит. Всё само – это фраза женщины внутри. Я не виновата. Эта фраза такой женщины, причём ещё такой достаточно юной. Поэтому настоящий мужчина будет говорить не всё само, а я выбираю, как будет, и это зависит от меня. Вот это очень важно. Соответственно, идём дальше. Есть несколько этапов развития навыка управления эмоцией. Давайте запишем этап номер один. Этап номер один заключается в том, что вы должны научиться чётко, философски для себя формулировать следующие понятия. Что ситуация сама по себе не определяет вашу реакцию эмоциональную и не определяет ваши поведенческие последствия? Ты хотела, чтобы мы записали… Да, сейчас эмоции, спасибо. Эмоции сейчас мы запишем. Давайте этап номер один. Вы должны чётко для себя понять, что ваши ситуации на работе, в жизни и дома не определяют вашу эмоциональную реакцию. То есть, проще говоря, напишите примерно так. Так. Ситуация в жизни не равна моей реакции эмоциональной и поведенческой. Понятно, что я имею в виду? Котята. Мы предположим, вам наступили на ногу. Сама ли по себе реакция, что вам наступили на ногу, определяет, что вы там разозлились? Вас бросила девушка, вас бросил парень. Вы завалили экзамен. Папа что-то сказал, мама что-то сделала. Сама по себе ситуация не определяет ничего. Вот этот этап. Запишите первый. Чётко для себя научиться это понимать. Что сама по себе ситуация ничего не определяет. Окей? Давайте здесь поставим некоторую расшифровочку. Чтобы это более глубоко понять, этот первый этап. Давайте для себя сделаем такое правило, что ли, по умолчанию. Хотите? Правило по умолчанию будет звучать так. Так. С сегодняшнего дня все ситуации, которые происходят в моей жизни и все слова, которые мне говорят, неважно. Матом, не матом. Они сами по себе чёрно-белые. Посмотрите, пожалуйста, на мой слайд, который у вас сейчас на экранах. Как вам кажется, что я вкладывал в метафору, когда разделял на две части в цвете. Я вкладывал именно то, о чём я хотел вам говорить. Что на самом деле ваши сами по себе ситуации, они нейтральные. Вам просто сказали какой-то звук. Вам просто сказали что-то. Просто что-то произошло. Вы получили двойку. Это просто ситуация. У вас экзамен. Это просто ситуация. Парень вам сказал, что у тебя некрасивая грудь. Это просто ситуация. Это просто слова. Это все запомнили. У меня во всём всегда есть смысл. Дим, и многие люди, которые думают, что я делаю что-то просто так, они очень глубоко заблуждаются. У меня в каждой посте и фотографии и в том, что я делаю, во в нём во многом есть очень много смысла. Так вот. Как бы это странно иногда не выглядело. Так вот. Слова и поступки сами по себе чёрно-белые. Вот эту модельку для себя с сегодняшнего дня прям в голову. Потому что у нас всё-таки семинар. Но если вы хотите, чтобы это называлось тренинг, если вы хотите, чтобы это был тренинг, тогда давайте прямо с сегодняшнего дня тренировать в себе навык. Что все слова, сказанные в ваш адрес, всё прочитанное сказанное в ваш адрес, всё сделанное в ваш адрес, на работе, дома и так далее, по умолчанию являются как вода прозрачными. С точки зрения эмоций. Это все поняли? Guys, ребята. С сегодняшнего дня слова вашего начальника, ситуации с поставщиками, с контрагентами, с офис-менеджерами, с подрядчиками, слова людей в вашем офисе, на улице, таксисты, водители, люди в метро. Всё, что происходит и всё, что говорят, априори просто звуки и априори просто действия. Это ясно? Круто. Этап номер два. Вот ещё одна хитрость Вадима Вадимовича. Всё, что происходит в геополитике, это ситуация. Понятно? Это не катастрофа, это ситуация. Вот теперь примерно представляете, как выглядит его голова изнутри? Есть просто набор ситуаций. Все поняли это? Секретик один из. А у большинства моих пациентов в жизни это не набор ситуаций. Это набор проблем. Вот и вся разница. У эффективных эмоциональных людей есть череда и набор ситуаций. У людей пока ещё не очень развитых есть череда проблем. Если вы встретите своего знакомого вечером в пятницу и спросите у него, как дела, 90% – это ситуация, конечно же. Это ситуация грустная и печальная, но это ситуация. Если вы встретите в пятницу вечером вашего знакомого и спросите у него, как дела, он вам скажет, что у него много проблем. Если вы встретите меня, предположим, или моего коллегу хорошего, или некоторых моих клиентов в пятницу, спросите, как дела, он скажет, ты знаешь, у меня столько всякой интересной хрени на работе, столько дел, столько ситуаций, он вам не скажет, что у него много проблем и стрессов, и он идёт бухать. Он вам просто скажет, что у меня есть ряд ситуаций. Какие-то ситуации более затруднительные, какие-то менее затруднительные. Поняли фишку? Только внимание. Внимание сейчас очень важные мои слова. Послушайте их очень ответственно. Мы это не говорим, чтобы сказать звук, что у меня есть ситуации. Мы так понимаем. Вот тут для некоторых ребят я хочу сделать поправку по ветру, потому что они сейчас могут подумать, что это дело только в том, как ты это назвал. Все это поняли, что дело не в названии, а дело в понимании. Если ваш близкий скажет, что у него в конце недели много проблем, дело не в звуке проблем, а дело в том, что он их понимает как проблем. Понятно всем, да? Окей? А я или мои коллеги скажут вам, что у нас много ситуаций, какие-то из них некоторые сложные, какие-то вызывают озабоченность. Не потому, что надо так произнести, а потому, что мы так понимаем. Многие клиенты, которые относятся к категории посредственных результатов или средних, у них вот как раз несколько ошибок. И одна из ошибок заключается в том, что они, используя даже техники когнитинной терапии, которые мы будем с вами проходить сегодня и завтра, особенно в практике, они говорят рациональный ответ, но они его не, как сказать, они его не понимают, они его не чувствуют. То есть, у них рациональный ответ идёт по технологии. Было бы лучше, если бы я не совершала ошибку, но я понимаю, что я могу ошибиться, я от этого не дура. Чё-то не работает когнитивная терапия, Алексей Евревич, почему она не работает? А ты что думаешь по поводу своей ошибки на самом деле? Я думаю, что я вообще, зачем я это сделал, опять я какая-то конченая. А чё у тебя записано в дневнике? Было бы лучше, если бы я не совершала ошибок, но я понимаю, что это не страшно. Что за идиотизм такой? Что за подстава? Когнитивная терапия это неговорение правильного ответа. Когнитивная терапия это философия обдумывания взгляда на ситуацию. Всем это понятно? Поэтому глупые люди, которые думают, что когнитивная терапия это говорение, они заблуждаются очень сильно. Когнитивная терапия из семёрки, о которой мы будем говорить с вами, это технология обоснования. Вот все во дворе выросли, да? Ребят, помните фразу во дворе какую? Обоснуй. Вот когнитивная терапия, техники, которая есть, это техники, которые помогают самому себе обосновать, что ты относишься к этой ситуации необъективно, перебарщиванием. Понятно? Поэтому пишем дальше. Значит, у нас этап номер два. Помните, да? Первый этап. Мы нейтральную ситуацию сделали. Она просто ситуация. Мы воспринимаем теперь мир. понятное дело, что мы с 14.08 по Москве теперь воспринимаем ситуацию как? Нужно не верить. Саш, я не очень люблю слово верить. Я люблю слово... Ну, хорошо, я с тобой соглашусь. Пускай это будет слово верить. Но я бы сказал бы, знаешь как, вот я сейчас просто к себе прислушиваюсь. Я не могу сказать, что я верю. Я так чувствую. Вот это, наверное, будет более тонко, да? Я так чувствую, что я имею право. Я в это не столько верю, сколько я так... Но у меня, понимаешь, у меня за пять с половиной лет уже навык так развился, что у меня он настолько укоренился в мозжечке, что я действительно не понимаю как можно иначе. И здесь я не очень буду делать правильную вещь, ставя себя на ваше место. Потому что мои рациональные навыки, они пропитали мозжечок уже так до стенки самой, что у меня не возникает вопросов о как может быть иначе. А вот если бы я был на вашем месте, то, наверное, слово «верить» в то, что ты говоришь, оно было бы, наверное, справедливым. Поэтому, наверное, я с тобой соглашусь, окей? Когда вы занимаетесь когнитивной терапией пять лет, как я, еще и преподаете ее каждый день, вы настолько пропитываетесь вот технологией, что она... Рациональное мышление становится не технологией вашего мышления. Она становится частью вашей системы. И вы просто не представляете, как можно злиться, ревновать в перекосе. То есть, вы смотрите на этих людей, и... Ну, я как терапевт-то понимаю, что они могут быть такими, да, но просто вы видите, как люди вообще, собственно говоря, живут, собственно, да? Печально достаточно. Кстати говоря, забегая чуть вперед, ребятки-котятки, после сегодняшнего вебинара и после занятий в группе, кто вот у меня занимается, мы там в феврале где-то с кем-то заканчиваем, да, но тем не менее... Что пропало? Меня не слышно, не видно? Эй! Ватсап. А что пропало-то, а? Давайте так, запомните, после сегодняшнего вебинара... Помните, я вам в прошлом раз говорил, что не надо никого идти обвинять, там, маму, папу? Вот после сегодняшнего вебинара я хочу, чтобы вы уберегли себя от одной большой ошибки. Когда вы начнете интерпретировать ситуацию по первому шагу, что все нейтральное, по второму шагу и по третьему, и начнете это практиковать, и те ребята, которые практикуют у меня в группе, вас будет, ребятки-котятки, слушайте меня внимательно, вас будет подмывать, объяснить близким, родственникам и всем окружающим, какие они нерациональные. Я вас заклинаю, не надо этого делать. Потому что вы ничего, кроме потери друзей, потери отношений, не получите себе. Послушайте меня очень сейчас внимательно, это важная ошибка. Если вы научились с помощью системы управления эмоциями, быть для себя эмоционально эффективными, взвешенными, у вас, вас будет резать слух, и вас будет резать глаз, и рациональные воззрения окружающих людей. И вам захочется подойти, это как человек, помните фильм, один из моих любимых фильмов, «Окно в Париж», кто помнит советский фильм? «Горохов, «Горохов, паскуда, где ты?» Помните фильм этот? Замечательный фильм, когда он плохое настроение, и я когда болею каким-нибудь гриппом, и я обычно смотрю, и этот фильм, он мне очень нравится, но я редко болею, поэтому редко его смотрю. Помните, там был герой, который настраивал пианино, и он не мог пройти, когда слышал, что фальшивит клавиша нота не настроена, и режет слух, когда у любой человек, кто занимается вокалом, есть такие девочки, кто занимается вокалом, мальчики, или кто занимался профессиональной игре на музыкальном инструменте, помните ваши ощущения, когда вы слышите, что где-то фальшивят, либо в вокале, либо в гармонии аккордов. Вот примерно так же будет выглядеть у вас в голове по поводу когнитивной терапии. Когда вы будете все более рациональным, более объективным, у вас будет резать прям слух должен, ты должен, я должна, и вы прям будете содрогаться. Я вас призываю, не нужно идти к этим людям, и начать им вещать, что ты, Зина, не права. Запомните одну простую фразу. Теми знаниями, которые я вас учу, пользуйтесь только тогда, когда вас об этом попросят. Вот если к вам подъедет подруга, позвонит друг, скажет, братан, что-то мне херово, или позвонит подруга, скажет, блин, Маш, я рассталась там, с Пашкой, помоги мне плохо. Вот если вас попросят, если вы будете видеть грусть человека, и она скажет, я хочу поговорить, или вы предложите, вот тогда попробуйте объяснить некоторые позиции когнитивной терапии по поводу восприятия. Окей? Но если вас не просят, вы будете выглядеть очень глупо и абсолютно пойдете в противоречие когнитивной терапии, если вы сами попрете со словами «ты, сука, не права». Ничего, кроме конфликта и потерь отношений, вам не ждать. Объяснить почему. Запомните. Ваши родители и ваши родственники и ваши друзья имеют полное право на ту иррациональность, которую они имеют. И вы в этом мире не рождались для того, чтобы исправлять все иррациональные головы людей. Это всем ясно? Этот блок, кстати, я взял из лекции по обучению психотерапевтов, на самом деле, которым я занимаюсь часто. Вы не должны использовать ваши знания, полученные здесь. Вы должны просто научиться давать людям право на ту иррациональность, которая есть. Не надо никому навязывать мои видео. Даш, тому, кому надо, они сами найдут мои видео. Они сами найдут, как меня найти. Придут на семинар. Это то же самое, что алкоголику говорить, что он пьет, и это плохо. Не надо так делать. Вы ничего хорошего в жизни не поимеете. Вот ваша мама и ваш папа родились в Советском Союзе, окей? И они со своими убеждениями, которые для вас теперь, когда вы прошли систему управления эмоциями, для вас они кажутся странными, архаичными, жесткими, неправильными. И вы впадете в еще одно убеждение. Помните, в какое? Мои мама и папа должны быть рациональными. мои... Я должна всем помочь. А какой правильный ответ, кто уже чуть впереди знает. Было бы неплохо, если бы мои мамы и папы имели рациональные убеждения. Но я прекрасно понимаю, что они родились в 60-х. И они имеют право на те убеждения и на те укоренившиеся устои, которые у них есть. Да, я считаю их воззрение весьма несовременным. И я считаю, что их воззрение приносит им вред, беспокойство. Но я также понимаю, что они имеют на это право. Понимаете, что я хочу вам сказать? Да, имеют право быть таким кинист. И то же самое касается окружающих на улице. Не надо учить людей рациональной терапии, если вас об этом не просят. И ваша терапия, и ваша рациональность будет выражаться здесь, именно в этом, что вы должны рационально подходить к иррациональным людям. Вы когда-нибудь видели меня, который рассылает вам письма со словами «Здравствуйте, меня зовут Алексей, приходите на мои занятия?» «У вас ВСД?» «По-моему, вам надо посмотреть меня». И не увидите никогда, потому что позиция профессиональной рациональной терапии и заключается в том, что нас самих находят. Вот этот важный момент очень. Ко мне люди приходят со словами «Мне нужна ваша помощь». Это позиция психиатра-нарколога, когда у вас у всех наверняка есть пьющие родственники, знакомые. И вы все пытались своего знакомого вразумительно опустить истинные, что он бухает, это плохо. Вспомните, что происходит с реакцией человека, когда вы ему пытаетесь объяснить, что это плохо от того, что он пьет, вы платите деньги за его капельницы, вы пытаетесь его кодировать, вы вкладываетесь много эмоционально в него, вы попадаете в созависимость, вы вовлекаетесь. Что происходит с человеком, который не хочет перестать пить на самом деле, а вы его тащите в клинику, в капельницу и так далее? Он срывается. И вы раздражаетесь. А знаете, почему вы раздражаетесь? Потому что у вас есть убеждение, что вы должны ему помочь и вы делаете правильно, а он не хочет и не понимает. А должен ли? А вот если ваш знакомый придет к вам и скажет Петрович, я больше так не могу, но я сам не справлюсь, мне надо помочь, мне нужна капельница, мне нужна фармацевтика в виде кодирования или психолог. И вот тогда вы можете ему помочь финансово, можете помочь ему клиникой, можете помочь ему психологом, капельницей. И тогда это будет эффективно. Потому что когда ко мне человек придет и скажет «Здравствуйте, у меня есть сложность, я бы хотел ее решить», вот это называется терапевтический альянс. «А когда ко мне приводят девочку со словами «Здравствуйте, у меня у дочери проблема», дочь говорит «У меня у мамы проблема, а не у меня», вот тут начинаются сложности. Ну, да, соответственно, понятно, что не нужно исправлять все головы тех рациональных людей на улицах, в домах, которые вы видите. это ясно всем? Прочувствовали, да, эту историю? Иначе вы впадаете в убеждение, что вы должны и они должны. И это еще одна ваша ошибка, еще один пласт вашей терапии. Good? Good. Итак, мы не записали, а, нет, сейчас, итак, второй этап после черно-белого восприятия изначально нейтрального, черно-белое депрессивно как-то, да, нейтрального. Второй этап заключается в том, что вы должны будете уметь, это сложный навык, но обучаем, уметь затормозить себя между ситуацией и между реакцией и увидеть так называемые интерпретации или мысли. Проще говоря, это будет выглядеть в виде глаза из семи убеждений. Совсем проще говоря, это будет выглядеть примерно вот так, что у вас есть некоторая ситуация, потом у вас есть некое воззрение на ситуацию и напряжение. Вот, ну я нарисую вам сейчас еще заново. Вы должны будете научить себя останавливать себя в процессе понимания ситуации. Понятно я говорю или не очень? что-нибудь поняли? Это сложно, но это абсолютно можно. То есть, пример, тебе наступили на ногу и ты разозлился и ты точно понимаешь, что ты как-то эту ситуацию из нейтральной сделал какой? Посмотрите на мою картинку на постер. Вот с правой стороны ситуация зашла, видите, она черно-белая, а вышла в цветную. Почему? Потому что моя голова как-то ситуацию в виде драки и крика, видите, написано, что на постере драк и крик. Затем моя голова и некоторая реакция. И вот смотрите, что получается. Вы сами окрасили ситуацию в определенную эмоцию. Так вот, второй шаг заключается в том, чтобы уметь видеть, как вы интерпретируете ситуацию. Это всем понятно? Уметь видеть, как вы поняли ситуацию, где вы из черно-белой сделали эмоциональную. В разных направлениях когнитивной терапии называется это немножко по-разному. У кого-то это называется убеждение, у кого-то верование, у кого-то автоматические мысли, у кого-то установки и так далее. мы не будем сейчас сдаваться философию методов, мы с вами поймем это одним простым названием, что у вас есть некоторая призма, которая преломляет ваше понимание. Эта призма разделена на семь маленьких стеклышек. В идеале эти стеклышки должны быть нейтральны, как вы видите на этой картинке. но на самом деле у вас эти стекла они не нейтральны, они все цветные, поэтому у вас ситуация получается в калейдоскопе очень эмоциональная. Второй этап заключается в том, чтобы вы научились видеть то, как вы понимаете ситуацию. Этим мы будем учиться сейчас. И шаг номер три. Как вы помните у нас их три. Шаг номер три заключается в том, чтобы после того, как вы увидели, как вы поняли ситуацию, вы смогли себе технологично обосновать всю нелепость и иррациональность вашего понимания и смогли себе обосновать правильное, рациональное, объективное понимание ситуации. Это понятно? Вопросы здесь будут по этим трем этапам? Пожалуйста, задавайте. Итак, я напомню по этапам. Первое, это четко для себя понять, что все ситуации нейтральны. Второе, это научиться видеть, как вы понимаете ситуацию с помощью технологии, которую я сейчас вам буду давать. и третье, это научиться обоснованию или диспутированию или новой рациональной аргументации. По этим трем шагам ясно? Вопросы будут? Как научиться видеть моментальные реакции на ситуации? Мы будем об этом сейчас говорить. Ну, это подразумевает наше занятие сейчас. Подожди, вот еще вопросы какие-то. Вот, в роли все понятно. Я предлагаю сейчас записать все семь искажений, которые являются окрашивающими элементами вашей ситуации. И завтра мы с вами начинаем третий этап. То есть, фактически вы за две тысячи рублей купили курс по когнитивной терапии и развитию стрессоустойчивости. Потому, что завтра мы весь день будем дискутировать об этих семи убеждениях. О каждом конкретно. Пожалуйста. Я же говорил, что это будет важный вебинар. Это техника когнитивной терапии фактически. А вы думали, что вы куда пришли? Итак, давайте запишем с вами семь искажений, а завтра мы с вами будем по поводу семи этих искажений практически работать. Окей? Давайте запишем. Итак, условно, все вы видели мой любимый глаз, который схематично можно назвать мировоззрением. Сейчас пагубные эмоции запишем, я помню. Итак, у нас есть восприятие нашей ситуации, то есть у нас произошла ситуация, она изначально черно-белая, помните, да? Все помнят петап номер один? Муж сказал, муж натоптал ногами, вам сказали, что вы дура, вас уволили, Сан Саныч пернул в офисе, я не знаю, все, что происходит, все ситуации изначально они нейтральны. Это понятно? Затем вы начали... Ребят, я привожу примеры, чтобы вы как-то оживали просто, чтобы вы не засыпали, ладно? Затем вы как-то понимаете это. Давайте рисовать. рисуем из этого глаза 7 стрелочек, пожалуйста. Я не буду подписывать, все равно видеть не будете, я просто вам нарисую 7 этих стрелочек, а вы сами будете подписывать под мою диктовку, У Сан Саныча по-любому все хорошо. Итак, это и есть структура мировоззрения. Поехали, пишем первое убеждение, которое, собственно говоря, является проблемой. Это должествование от слова должен или must. Должествование. Ребятки, мы сегодня запишем сейчас их строчку, а завтра будем продолжать. Окей? Потому что нам надо закругляться. Второе убеждение называется оценочное осуждение или оценка. Оценочное осуждение. Записывайте, потому что если вы не приобретете запись, то вы все потеряете. кстати говоря, запись можно приобрести уже сейчас. Ну, в смысле после. Там же еще вы в пакете получите вебинар по самооценке и публичным выступлениям. Итак, пишем. Первое должностование. Если вы приобретете запись, то не записывайте. Если вы запись не приобретаете, то записывайте и вам больше это мало кто расскажет. Итак, должностование, оценочное осуждение. Третье в нашей штучке это катастрофизация. не от слова кастрация, а от слова катастрофа. Катастрофизация. Четвертое это перфекционизм. Перфекционизм. Итак, должностование, оценочное осуждение, катастрофизация, перфекционизм. Пятое это обобщение. от слова общий обобщение или от слова обобщать. Обобщение. Шестое это чтение мыслей. Чтение мыслей. И последнее, седьмое, это невыносимость дискомфорта. Научно это называется низкая толерантность к фрустрации. Проще я вам объясню невыносимость дискомфорта. Итак, проверяйте, пожалуйста, должностование, оценочное осуждение, катастрофизация, перфекционизм, обобщение, чтение мыслей, невыносимый дискомфорта. Каждое из этих убеждений является уникальным и интересным. Разобрать каждое из убеждений и показать, как оно влияет на ваше восприятие ситуации и научить вас изменять это и будет являться когнитивной практикой стрессоустойчивости. Всем это понятно? Немного непонятно, да, наверное, для новичков сложно, да, ребят, заходит? Или понятно? Что-то понятно становится потихонечку? Понятно теперь, что такое мировоззрение, что такое когнитивная терапия? становится более ясно теперь под конец года? Аллилуйя! А теперь нам надо будет просто практиковаться, практиковаться и понимать. Но сначала мне нужно вам будет объяснить об этих семи элементах, вы должны их очень четко будете прочувствовать и понять на себе. Поэтому вам первое домашнее задание до завтрашнего дня. Ребята, кто в группах у меня учился, вы можете его не делать, потому что вы его знаете, а вот те новички, кто сегодня первый раз у меня или не были на моих занятиях, те делают. Делают. Замашнее задание следующее. Хоть и у вас не так много времени до завтрашнего 12.00, но тем не менее. Попробуйте понаблюдать сегодня за собой в течение дня вечера и завтрашнего утра и запишите себе на листочке те ситуации, которые вас ввели в двоеточие негативное мышление, ой, негативные эмоции. Это и есть то самое, что мы хотели записать, помните, да? Выпишите те ситуации, которые в течение суток вас вывели на гнев, злость, страх, гнев, злость, страх, панику, вину, стыд, ревность. Вину, стыд, ревность. Записали? Good. Вот вам маленькое домашнее задание когнитивного терапевта. Вам надо понаблюдать за собой сегодня. Ребятки, котятки, да бытовухи, пошли в кафе, официант что-то не так сделал, кассир затормозила, скользкий пол, где-то что-то толкнули, вот вплоть до мелочей. Не надо быть таким идиотом сегодня весь вечер, что я наблюдаю за собой. Красиков мне сказал наблюдать так, что я наблюдаю. Не надо становиться идиотом, да, а просто живите обычно сегодняшней жизнью, просто зафиксируйте ситуации на бумаге, когда вы почувствуете какую-то эмоциональную историю, что кто-то вас взбесил. Девочки, особенно бесишь вот этого, да, вот все, что вас взбесит, все, что вас смутит, надо, чтобы было обековечено сегодня на бумажечке, потому что нам завтра это понадобится. Всем понятно? Аллилуйя. Ну что же, теперь понятно, что нужно делать и что такое стрессоустойчивость. Это способность человека не развивать стресс и управлять своими эмоциями. Вадим Вадимович Путин прекрасно знает эту технологию и воспринимает все жизненные ситуации как ситуации, где не нужно перебарщивать с эмоциями, надо просто подумать и думать как Путин я буду учить вас завтра на нашей практической части. Если вам понравилось, ставьте восклицательный знак. Спасибо вам большое. Отлично. Спасибо. И последнее. ВСД и система управления эмоциями. Последний раз спасибо большое, ребят. Последний раз отвечает, что вегетососудистые проявления это последствия эмоционального перекоса, а не болезнь. Все это поняли? И как только вы уравновесите свою эмоцию, не будет никаких перекосов. Я надеюсь, вы сегодня для себя поняли много нового или почерпнули старое по-новому. Гуд? Гуд. Кому нужна запись, уже можно ее заказывать. Она в магазине на сайте безневроза.tv. И к ней прилагается прошлый вебинар по самооценке. Увидимся с вами в 12.00. Ребята, котята, внимание, ссылка та же. Не надо мне писать в почту, дайте ссылку. Все поняли? Вот сейчас все плюсик напишите, что они поняли, что ссылка та же. Спасибо. Все, ссылка та же. Вы просто заходите по той же ссылке в 12.00. Спасибо. Увидимся завтра. До свидания. Посмотрите, как вы будете сегодня эмоционировать. Понаблюдайте со собой. До свидания. Увидимся завтра.